Яркие вывески, привлекающие наше внимание, запоминающиеся слоганы и довольно знакомые лица. Все это создано для того, чтобы мы, как потребители, воспользовались именно этой услугой, посещали только этот магазин и провели вечер именно в этом кафе. Реклама. Навязчивая и не очень, действенная и нет, а еще законная и незаконная. Согласно законодательной норме, на все вывески, баннеры, плакаты и прочее должны быть выданы разрешения, в которых точно указан размер, цвет и общий облик рекламной конструкции. Но, к сожалению, не все рекламодатели хотят тратить свое время на эти бюрократические припоны. И вот тогда их конструкции переходят в ранг незаконно установленных. Так, в 6-м микрорайоне, по признанию начальника отдела рекламы Марии Сергеевой, с начала 2016 года было демонтировано около 400 различных рекламных конструкций. И сегодня под раздачу попала незаконно установленная вывеска. Предписание о добровольном сносе конструкций хозяина заведения было выдано, но на связь он так и не вышел. Сейчас завершаем то, что не удалось нам договориться с предпринимателем, которые не пошли на исполнение добровольного предписания о демонтаже. И, соответственно, все неисполненные предписания, у которых срок действия истек, месячные мы им давали, будут демонтированы в принудительном порядке подрядной организации. Теперь рекламодателю, чтобы получить свои яркие 6 букв обратно, необходимо оплатить штраф и работу подрядной организации. А вот разрешение на законную конструкцию облагается налогом в размере 5000 рублей. И только. Большую работу ведет рекламный отдел на трассе М4 Дон и подъездной дороге к аэропорту Домодедово. Здесь нередки случаи, когда после окончания срока аренды на рекламный щит, а именно 5 лет, рекламодатель просто не заботится о демонтаже за свой счет. И в ход идет кран. Таких отдельно стоящих конструкций только в этом году было демонтировано 28 штук. А бывают случаи, когда никакие предписания не способны повлиять на горе рекламодателей. Появление подрядной организации, полиции и съемочной группы для владельцев магазина в Горках Ленинских было полной неожиданностью. Продавцу остается только наблюдать и звонить хозяину. И пока дары Армении идут под снос, у магазина появляется хозяин. Скажите, пожалуйста, а почему не получили разрешение? Зачем разрешили? У закона требуется разрешение на рекламную конструкцию. Это не реклама. Как не реклама? Не реклама. А что это? В магазине. Хозяин магазина утверждает, это не реклама. Предписания не видели. И вообще здесь все сделано для людей. Раньше что здесь было? Ничего не было. Сейчас культурно, аккуратно. Газон есть, пот есть, асфальт есть. Все есть. Кроме разрешения на рекламную конструкцию. На данной точке в Горках Ленинских у нас сложилась критическая ситуация по рекламным конструкциям. То есть, как вы сами можете наблюдать, вот эта пестрата шанхайского городка, она присутствует везде. Соответственно, людям также не удалось нам объяснить, что существуют какие-то правила внешнего вида. Федеральный закон о рекламе, как минимум, да, которому нужно соответствовать. Люди не понимают этого. Предписание о демонтаже выдавалось на этот объект дважды. Первый раз, когда был один собственник, потом у них сменился собственник. Сейчас они апеллируют к тому, что собственник сменился, мы еще не получили предписание. Ну, соответственно, демонтаж идет в рабочем порядке. Данные конструкции со всего этого комплекса будут демонтированы. И до получения разрешения, соответственно, будем отслеживать этот объект, дабы снова рецидивы не повторялись. А делом рекламы с начала июня по ноябрь 2016 года было выдано 63 предписания о демонтаже. Кто-то из владельцев идет на контакт и самостоятельно убирает незаконную рекламу. А есть те, кто до последнего не верит, что так просто к ним могут нагрянуть и не только снимут баннеры, но и выпишут штраф, заберут рекламную конструкцию и попросят оплатить работу по демонтажу. Два месяца и налоговый взнос. И реклама станет рабочим, законным двигателем в вашем бизнесе. Екатерина Чернышева, Владимир Бижонов, Видное ТВ.